всем привет сегодня 19 октября и мы выехали в лес за опятами тречушка самара вдоль нее будем лазить зонтики зонтики на пятом маленький мало еще туда пойти а мы сейчас походим разберемся хорошо спасибо ну что давай зайдем вот такая вот он сливается с листьями такой опеночек ухты смотрите какое семейство красота посмотрите какая красота ухты они вот только только пошли 19 октября я думаю ну может недельку как они уже есть а может меньше а вот смотрите под сваленным деревом так вот какую интересную информацию мне удалось найти об этих грибочках так с удовольствием вам расскажу опята грибы паразиты вот они своим присутствием разрушают корневую систему дерева чем заставляют его падать и захватывают уже полностью само дерево разлагающиеся вот и целая колония образуется опять один ученый западный проводил исследование и в ходе которого делал съемку с вертолета вот съемку леса с вертолета и было видно как густой лес имеет такие круговидные кругообразные поражение ну видят в виде сухих деревьев которые уже приготовились умирать либо уже умирающие вот смотрите вот сваленное дерево упало и они прямо вот живут колониями на нем из вертолета видно как грибница а пятна и распространяется во все стороны от центра получается такой себе круг вот где падают деревья умирают причем есть грибы паразиты которые сосуществуют с деревом а эти грибы убивают их вот такой вот научный факт тебе было интересно послушать спасибо но этаж красота красивое место что надо искать возле поваленных деревьев махровый красавчик бывает просто растут не обязательно возле дерева ну возле дерева как бы но не на самом дереве вот какая красота их так плохо видно плохо видно они под цвет листьев а вот осенние опятки это просто золотые грибочки прячутся вот целое семейство чуть не наступил ё-моё даже ведро поставил вот они тоже бывают на толстой ножке а бывают тонконогие вот мне на толстой конечно больше нравится ну и тонконогие тоже хороши так вот что я заметил долго вот и сейчас есть листья вот они сейчас как раз опадают желтеют и опадают на деревьях и вот когда их уже становится такой хороший покров вот тогда и появляются опята в лесу сейчас очень тепло безветренно сегодня пятница но вот уже с понедельника обещают дожди сырую холодную погоду так что надо пользоваться моментом и ходить в лес вот чем хороши эти грибочки их совершенно не нужно чистить их достаточно просто хорошенько промыть вот интересно что сейчас все грибочки попадаются молодые все опятки старых грибов нету значит они только-только вот появились вовремя мы пришли наверно слишком сыра для них поэтому здесь вот не попадаются мне пойду туда где по суше вот бывает ходишь ходишь по лесу не находишь и потом вот как они прячутся хорошо под листиками посмотрите как хорошо они прячутся между корней тут все засыпано листвой вот наши опятки такие заросли крапивы здесь я уже весь обжаленный этой крапивой надо как-то пробираться зато вот за крапивой вижу опятки такая семейка вот видим маленький только вылазит возможно камера не передает их пока их не сорвешь и не покажешь потому как они действительно сливаются с листвой вот здесь видно им хорошо расти вот эти побольше и семейка побольше здесь о какая вот какая тут еще вот растут сейчас насобираем сейчас насобираем природа друзья это прекрасно мы с вами тоже часть этого прекрасного нельзя забывать об этом нужно быть добрее друг другу и жить в гармонии с окружающим миром крапива зараза все руки пожарила и даже через штаны покусала вот какой роскошный зон стоит зелень крапива заглядываем подходишь ничего не видать разгребаешь а тут сокровища посмотрите друзья какими прекрасными букетами они растут большими это еще не самый большой который сегодня мне удалось найти с до 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Итак, друзья, грибалочка подошла к концу. Вот эта опятная грибалочка, как вы могли видеть, она очень специфическая. Тут нужно иметь крепкую спину и стальные нервы. Результат. Что интересно, как мог заметить Алексей, цвет грибов зависит от дерева, вблизи которого или на котором они растут. Вот, допустим, наглядный пример. Опята, которые росли вблизи дуба, такие желтые. А вот опята росли просто в крапиве, возле бузины кустов, беленькие. Если вам понравился этот видос, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.